Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это очередной выпуск «Мнение дилетанта». Я его назвал «Планета обиженных и оскорблённых». Прошлый выпуск был про фашизм в России, и к нему появилось... Ну, понятно, когда вы со мной не согласны в каком-то вопросе, да, критикуете мои познания, или наоборот, выражаете другую точку зрения. Но было несколько комментариев, в которых люди написали, что я оскорбил их лично, вот своим мнением о том, что считаю, что в России фашизм. Параллельно с этим в той же России курсанты авиационного училища выпустили видео, в котором они полуголые, в одних трусах танцуют под песню «Сатисфэкшн». Это видео оскорбило ветеранов. И вот постепенно я пришёл к выводу, что давайте вот об этом поговорим. Как можно вообще оскорбляться и чувствовать себя обиженным по какому-то поводу, который конкретно к вам не относится. Ну и чтобы так не быть голословным, я ещё в течение этого видео буду зачитывать ваши комментарии к разным моим выпускам, в которых вы меня оскорбляете. Это вообще популярная такая тема. Есть американский комик Джимми Фэлл, нет, Джимми Киммел. Джимми Киммел, у него даже такой есть выпуск, грубые твиты, в которых знаменитости зачитывают неприятные твиты о себе. Вот я чем-то подобным буду заниматься. Ну для примера возьмём, опять же вспомним знаменитый танец Пусси Райт на Илье, в храме Христа Спасителя, где они пели Богородица Путина Прогони, и это офигительно оскорбило православных. Вот какие-то люди, то есть какие-то левые люди танцуют в храме, причём не во время службы, и верующий православный человек почему-то чувствует себя оскорблённым. Понятно, я не обо всех говорю. Я говорю только о тех, которые начали выступать с требованием наказать этих девушек, посадить их в тюрьму, кстати, они и были посажены в итоге. Вот выступают эти курсанты авиационного училища, я не помню где, извините, в каком городе российском. Видео, конечно, ну мне неинтересное, то есть оно, наверное, для молодёжи будет прикольное. Но почему ветеранам это должно быть оскорбительно, видеть, как молодёжь в своё свободное время, извините, не во время учёбы записывает вот подобное видео в качестве развлечения? Почему это должно кого-то оскорблять? И вообще, почему в нынешнее время, я сейчас просто перевожу постоянно Россию, но на самом деле это во многих странах мира сейчас подобное происходит. Почему какие-то группы населения начинают себя чувствовать оскорблёнными и униженными, нет, обиженными, лучше так сказать, оскорблёнными и обиженными по поводу, которые к ним лично никак не относятся. Вот так играешь в игрулечки, клянчишь рекламочку, донатики, подписочку, лойсики, а потом раз и политический эксперт. Например, в том же США недавно, по-моему, в городе Шарлотта, сносили памятник генералу Ли. Тоже, ну, тут есть сторонники и противники южан в гражданской войне конфедератов, и ей были памятники и с одной стороны, и с другой. По-моему, это, ну, очень правильное отношение к истории, чего, например, нету в России. Была гражданская война, кто-то в ней победил, кто-то проиграл, но герои были с обеих сторон, это одна нация. И превышать заслуги одних, ставить памятники Ленину и принижать других, вообще не вспоминая, там, Колчака или Деникина, это неправильно. В Америке, по-моему, это было нормально сделано, но внезапно начались, опять же, какая-то группа с одной стороны посчитала, что памятники конфедератам оскорбляют чувства черных, бывших рабов, тех, кто воевал на стороне северян. Надо все поубирать. Это сразу оскорбило чувства тех, кто хочет возвращения времен конфедерации и пошло-поехало. Со всех сторон обиженные, оскорбленные, плюют, давят друг друга машинами. Вот это ощущение оскорбления приводит к тому, что человек хочет чем-то отомстить, что-то плохое сделать. Халецкий — это еврейская фамилия, Юнуби — еврейская контора Грина. Ну, Юнуби имеется в виду Ютуб, видимо. И они любят евреев, например, Мэдисон, и геев, и лесбиянок. У этого Алалоши были превьюшки с гейской символикой. Его заставили эти рептилоиды, или он сам такой? В Советском Союзе такого не было. Евреям дали целый район, а потом СССР первым признала Израиль. Хотите, едьте туда или оставайтесь здесь. А теперь это надо еврей вбивает вам в головы про совок видео на его канале. Я не знаю, как тут с такой пунктуацией правильно прочитать. Ну вот представьте, вот у меня канал про пошаговые стратегии. И я бы ходил и оскорблялся бы ко всем, кто бы говорил, что компьютерные игры говно, не играйте в компьютерные игры. Я бы очень обижался бы, да. Потом бы я обижался на тех, кто говорил, нет, вот шутеры – самый классный вид компьютерных игр, а пошаговые стратегии – это фигня. Я бы еще на них пообижался. Оскорбился бы, записал свой списочек личных врагов. Но это очень странно. Человек, он настолько разнообразен в своих, разносторонен в своих интересах, увлечениях и убеждениях, в своих религиях. Религии абсолютно разные. Что если сейчас начинать на все это обижаться и требовать наказания тех людей, которые неправильно себя ведут, с их точки зрения, естественно, это приведет к очередной войне. И возможно, мне бы не хотелось в это верить, но возможно, вот эти все признаки вот того, что так много людей начинает показывать свое чувство оскорбленности, это, видимо, какой-то предвестник вот именно такого большого шухера. Потому что люди даже не стараются себя сдерживать, не стараются понимать чужие взгляды. В первую очередь, хотят оскорбиться, обидеться и посчитать человека, который высказывает неинтересное мнение, которое им не нравится, посчитать этого человека своим врагом. Вот то, что, например, происходит у меня в комментариях. Первые 10 минут рассказывает, как он кратко делает обзоры и как все остальные плохо. 5 минут играет, 10 минут ноет по поводу локализации и неправильности с его точки зрения перевода. Вот, как, например, к Навальному относятся в России как к врагу народа, который человек на самом деле к власти на данный момент никакого отношения не имеет. Даже к тому же Путину, понимаете? Люди, которые там ненавидят Путина, это тоже немножко странно в некотором роде. Потому что ненавидеть какого-то одного человека за все то, что происходит в стране, это все странно. Это система вся. Надо менять систему. Если вы, ну, положим, убьете Путина, ничего в России не поменяется. Сразу же на его место придет человек из этой же команды. Путин это не не злой гений. Халецкий ху**ецкий. Вернемся к тем же Пусси Райт, которые офигительно оскорбили чувства верующих. Как можно оскорбить чувства верующих? Вот серьезно. Вы во что-то верите. Вы просто это верите, независимо от того, что происходит в мире. Построили бетонное здание, в котором вам было бы легче оправлять свои религиозные ритуалы. И там, причем они как-то не нарушали никакого никаких религиозных табу, потому что они как женщины не могут только в алтарь попадать. На Илье может Илье это такое возвышение перед верующими, по которым и попы ходят, а уже алтарь, он там за иконостасом находится. На Илье может любой находиться вообще. При этом еще никакой службы не проходит, ничего. Они были в юбках, они были правильно одеты для нахождения в церкви. Это поразительно просто. Это оскорбляет чувства верующих, а меня по идее должно оскорблять, что меня в храме постоянно требуют деньги, чтобы там находиться. Я прихожу на рынок в Минске на Комаровке и вижу там лавка, в которой продаются иконы и всякое церковное утро. Меня как торгаша искренне оскорбляет, что там стоит лавка продающая иконы. что мне надо выступать против этого. то есть это все настолько притянуто за уши, то есть сейчас в наших странах чувство оскорбленности просто используется как очередной механизм давления на общество. Ребята, никому из вас не кажется, что Халецкий вовсе не играет в Циву, что их вообще двое или трое. Например, второй чел играет, третий обрабатывает, а Алексей только озвучивает. Причем прямо в микрофон дудит, не зря же слышно шипение или типа того. Вы не думали о том, что человек, который хорошо играет в какую-то, в какой-то мере интеллектуальную игру, не захочет делать об этом канал, снимать рейтинги цивилизации, подкасты и турниры? Предпочет показывать свое мастерство лишь в самой игре, а если уж и захочет, то соберет для этого группу, неужто он сам справляется? Интриги, тайны, расследования. Как там запрещали, я помню, митинги, была такая инициатива, опять же, в Москве, каждое 31 число, там, оппозиция, еще когда Лимонов был оппозиции, вот еще тогда, они каждое 31 число устраивали митинги. И Путин как-то сказал, ну это очень в стиле Лукашенко еще, между прочим, что вот эти все митинги, они мешают дачникам ехать на дачу. То есть естественное желание человека высказать недовольство тем, что происходит в стране, мешает дачникам справлять свои дачные нужды, мешает им добраться до электрички. Ведь дачники, они намного важнее, чем ситуация в стране, в которой ты живешь. Просто затыкается, такой немножко приглушается, приглушаются протестные голоса, что очень плохо, естественно, потому что это, опять же, как пара собирается под крышкой закрытой, и потом кастрюлю может разорвать, так и здесь людям, когда не дают высказаться, ведь любые протесты, это не обязательно, точнее, это точно вначале не ведет к революции, это протест. И власть может совершенно спокойно сказать, да, я услышал ваш протест, но я не считаю ваши требования верными, потому-то и потому-то, потому что и протестующие могут быть неправы, и власть может быть неправа, для этого есть механизм выборов, на которых потом жители страны выбирают тех людей, делегируют им властные полномочия, которые бы представляли их интересы и по их мнению бы ну принимали бы те законы, которые были бы нужны вот именно этому человеку в данном конкретном случае. Лешины игры, очевидно, финансируются Соросом, а чтобы никто не догадался, Леша просит у нас на поддержку штанов. Можно заинтересовать людей толковым роликом, а потом как бы, между прочим, толкнуть фуфло, которое имеет цель, подробно описанную в трудах Бжезинского. Далеко пойдете, Леша? Появилось ощущение, что вы читаете материалы, подготовленные специалистами? А может вы просто диктор типа из народа? Ну или давайте вот просто само чувство обиженности обсудим. Почему вас вообще может обидеть мнение какого-то левого чувака, который вам абсолютно незнакомый? Это я про себя говорю. Меня, например, обижает только какие-то действия близких мне людей, направленные конкретно на меня. Ни ваши комментарии, ни высказывания других абсолютно незнакомых мне людей меня обидеть никак не может. Оно меня может насторожить, заставить подумать о будущем, решить, что делать. Но при чем тут обида? Мне действительно не... Поясните, как механизм ваших ощущений. Вы посмотрели мое видео, в котором я говорю в России фашизм. Почему вас это обидело? Потому что я вас назвал фашистом? Нет, это не так. Потому что я нелицеприятно высказался о вашей стране? Так я опять же не высказывался нелицеприятно, я высказал свое мнение, что считаю политический строй в России фашизмом. Как это может обижать? Хорошо, с другой стороны подойдем. Кто-то скажет, что пошаговые стратегии, опять я немножко повторюсь, пошаговые стратегии бессмысленная трата... Нет, лучше так, прямо, вот такое, более прямое. Пошаговые стратегии говно. Почему я должен на это обижаться? Почему я ему должен доказывать что-то, ну, объяснять ему, ну, окей, я играю по его мнению в говно, или я делаю вещи, которые по его мнению неинтересны. Почему это меня должно обидеть? Как это должно повлиять на мою душевную организацию? Вот если кто-то мне говорит, ты, Леша, говно, вот это уже может задеть. Но опять же, человека, я первый раз его вижу, он там подбегает ко мне, Леша, я смотрю там твои видео, ты, говно. Ну, это в первую очередь я как бы испугаюсь то, что он неадекватен, но это никак меня не обидит, что он меня как-то обзывает. Почему это должно меня обижать? Я подумаю, я так лучше жену в сторону отведу, говорю, слушай, иди подальше, по-моему, не очень здоровый человек. и все, как и в случае с теми же пусерая, то есть я бы никогда в жизни не пошел к какому-то Илье танцевать, или как делают эти украинские девочки из Фемен, по-моему, называется это организация, там с голыми сиськами пишут себе какой-нибудь лозунг и выскакивают в политических этих. Ну, это, по-моему, это тупо, это просто ну, такой эпатаж, ну, очень тупой эпатаж, который ну, на сиськи посмотреть можно, окей. А к чему это ведет? Ну, просто показать, что мы вот так можем эпатировать. Ну, это такой типичный панковский стиль привлечения внимания. Я просто не считаю, что это надо как-то запрещать, обращать на это внимание. Любой эпатаж не приведет ни к чему, если на него не обращать внимания просто. А так как у нас это начинает раздувать, это начинает запрещать, это начинает обсуждать вокруг, то оно приводит именно к тому, что на эту проблему очень много людей обращает внимание. Запись игровых видео не творчество. Не надо тут возвышать. Ровно как и игра в пошаговой стратегии не показатель высокого интеллектуального развития. Обижаться на то, что, я просто повторюсь, обижаться на высказывания, которые к вам вообще к вам никак не относятся, это очень странно. Ну, хорошо, да, вы скажете, я живу в России, высказывание в России фашизм относится прямо ко мне, или там в России плохая власть, это относится ко мне, потому что я эту власть считаю хорошей, мне это высказывание не нравится, но не нравится не равно высказывание обидное. Это совершенно разные вещи, а вот то, что в наших странах не нравится и обидно ставится знак равенства во многих случаях, вот это очень неправильно. И оппонентов начинают делать врагами, я уже это сто раз говорил, в наших странах оппонентов очень часто, всегда оппонент это враг просто. У нас невозможно с людьми общаться на уровне принятия, не, понимания даже, понимания их мировосприятия. И мне многие рассказывают, что они ругаются внутри семей, потому что кто-то считает, что в России плохо, а у них там родители считают, что Путин молодец, поднялся Россию с колен. Ругаются, мне это непонятно. Мне это непонятно, потому что, ну, для примера, вот, опять же, я делал видео на тему гомосексуализма. Я считаю, люди есть разные сексуальности, а у меня в семье есть люди, которые считают гомосексуалистов больными. Как я могу ругаться на эту тему? Ну, мы знаем, что вот я так считаю, а он так считает. Семья-то все равно важнее намного, чем все эти политические мировоззрения. Хотя, опять же, в той же Америке мне тоже рассказывали, что в семьях ругаются из-за того, что кто-то поддерживает Трампа, а кто-то нет. То есть, я к тому, что это не только в России так. Это вот это ощущение обиженности на, по-моему, очень неважные вещи. Это такая, ну, глобальная проблема. Это везде так. То есть, люди начинают разрушать свои отношения по не совсем важным поводам. Ну, как я так думаю. Дота рулит. Циво говно. Почему я должен смотреть твои трехчасовые видео? Нельзя сразу обо всем сказать. Это удивительно. Ну, то есть, вот это интересно, как бы, понимать, насколько люди разные все. Это просто должно, должно приходить понимание этого, что нельзя заставлять людей действовать по одному шаблону. Нельзя заставлять людей думать одинаково. Человечество, оно разное, и оно разное не национальностями, отнюдь, отнюдь не национальностями, а именно идеями, которые в голове. И эти идеи должны быть представлены во всем своем многообразии. Только в этом будет, только так будет происходить прогресс. А когда вы одни идеи затыкаете, я не говорю, что их все надо принимать, я не говорю про принимание, я говорю о том, чтобы их озвучить хотя бы. Вот это озвучивание, проговаривание постоянное, споры по этому поводу, только они приводят к тому, что плохие идеи отсеиваются, а хорошие идут дальше. Только так. Только так, а не иначе. А когда у власти находятся все время одни и те же люди, которые являются провозвестниками одних и тех же идей, а другие считаются оскорбительными, это ведет к регрессу. И уж точно обижаться на что-то, на идеи, которые вам не нравятся, это путь к нестабильной психике, как мне кажется. вот и все. Кругом куча прекрасных людей. Они могут быть не похожи на вас, но все они хотят быть счастливыми, все они хотят работать, все они хотят, ну, ладно, не все хотят работать, сейчас скажу, говорю, все хотят быть счастливыми. У каждого просто свой путь к этому, и каждый из нас считает, что счастье в чем-то другом, не в том, что я считаю счастьем, или вы считаете счастьем. Для меня вот счастье, что вы меня смотрите, например, это одна из частей счастья. Надеюсь, что для вас часть счастья, что я для вас это видео сделал. Давайте поменьше обижаться на всякую чушь, вот реально. Это тема для обсуждения, для изменения своей жизни, для того, чтобы сделать планету лучше. Ну, и я хочу еще небольшую вставку сделать, потому что когда я записывал ту часть видео, еще не было интервью Алексея Серебрякова, в котором он цитирую, сказал, что национальной идеей в России является сила, наглость и хамство. И это его интервью, оно довольно большое, час времени, но на эти его слова столько много негодований, вот этих самых обид и ощущения, что их оскорбили. Эдита Пьеха говорит, его, значит, надо лечить, вот и все, я так не думаю и считаю, что такие люди больные, передайте ему, чтобы он обратился к врачу. Александр Панкратов Черный, вы знаете, даже в деревню заезжаешь и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречался и знаете, какая-то интеллигентность и заложена, быть тебе хамом или не быть. Карен Шахназаров, режиссер многих великолепных фильмов, которые мне очень нравятся, говорит, я не слышал, чтобы актер Серебряков был востребован где-нибудь в Канаде, в США или других странах. Зачем же ты после этого выступаешь с такими заявлениями? Какая в этом нужда? Для того, чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине? Это некрасиво и бесчестно. Ну, я уточню, что Алексей Серебряков сейчас живет в Канаде, его жена канадка, поэтому он решил перевезти туда детей, но в этом же интервью он говорит, что Россия отличная страна, что у нее много возможностей для развития и высказывает свое именно мнение, что плохого в стране. Вы понимаете? То есть тот факт, что человек указывает на какие-то недостатки, уже показывает, что ему эта тема не безразлична хотя бы. И он об этом как раз выступает не где-то за рубежом в другой стране, а вот это о России говорит в России и обижаться на это, и вот как Панкратов Черный вообще говорит, нет, у нас удивительная интеллигентность в деревне. Знаете, такое ощущение, что мы в каких-то разных странах живем, ты выходишь на улицу, общаешься с людьми, заходишь в магазин, там тебе хамят и пытаются всячески обмануть, а Панкратов Черный с какими-то интеллигентами в деревне общается. Это появляются вопросы к Панкратову Черному, появляются, где он живет. Вы хотите, чтобы о России как о покойнике говорили? Или хорошо, или ничего? Нет, конечно, такого не будет. А еще раз повторю, с Алексеем Серебряковым можно не соглашаться в его оценке. Но вот это, я считаю, что такие люди больные. Странно, что-то еще никто не сказал, что надо его выслать из страны или вообще расстрелять, хотя, наверное, такое тоже есть. Надо учиться слушать чужое мнение. Слышать его. Никто не обязан с этим мнением соглашаться, но слышать и знать его важно. В общем, спасибо, что посмотрели. меньше обижайтесь на чужое мнение, больше высказывайте своего мнения, кстати, тоже, потому что иначе вы просто не поймете, что окружающие люди думают. Если вы не будете говорить свое мнение, если вы не будете его отстаивать, если вы не будете спорить, и если вы не будете слушать другое мнение, вы не поймете вообще, что в мире происходит, потому что то, что говорят в новостях вообще в каждой стране, это совершенно не то же самое, что есть на самом деле. Лучше это обсуждать с разными людьми. И, кстати, очень неплохо с теми, кто не сходят с вами во взглядах. Это тоже важно. В общем, спасибо, что досмотрели до конца. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Не обижайтесь. Всем пока.